Крок по кроку аеден лекция двудеста перша ченщ друга. Двадцать первый урок, вторая часть. В ктором року? В котором году? И давайте узнаем, как по-польски сказать, ответить на вопрос в котором году. Перед собой мы видим табличку, есть написанную в ктором року, в котором году, и в самой табличке примеры дат. Первые две цифры года мы называем без изменений. Тысячонс девень сет. Вот, например, у нас в 1981 году. Мы первые две цифры называем без изменений в тысячонс девень сет, а вторые две цифры года мы изменяем и добавляем окончание в зависимости от вопроса. Если у нас вопрос в кторым, мы видим в вопросе окончание им, то и отвечаем также, добавляя к названию цифры окончание им. В тысячонс девень сет, первые две цифры без изменений, о чемдещонтым первшим року. То есть к последним двум цифрам мы добавляем окончание, мы изменяем последние две цифры, о чемдещонтым первшим року. Дальше у нас дата 1492 год. В кторым року? В 1492 году нам надо сказать. И мы говорим первые две цифры без изменений в тысячонс чтерыста, и последние две цифры изменяем, добавляя окончание им. Девень сет, другим року. И все вместе в 1492 другим року. Ниже у нас 2001 год, и нам надо ответить на вопрос, в котором году, в ктором року. И мы скажем в 2000, то есть первые две цифры без изменений, и последние две цифры, но так как ноль мы не говорим, то есть у нас одна цифра, мы изменяем одну цифру. В 2000 первшим року, в 2001 году. Сейчас у нас 2021 год, и мы скажем, в кторым року? В 2000 двудестым первшим року. И ниже мы видим написано, внимание, увага, 2000 год, немного по-особенному произносится, в 2000 року, в 2000 году. Эту особенность мы запоминаем, это исключение 2000 год, в 2000 году. А все остальные даты называем по правилу. Первые две цифры называем без изменений, и последние две цифры изменяем в зависимости от вопроса, добавляя к ним нужное окончание. Но добре. Тогда идемы до чвичинь и послушаем первое чвичинение. Диадку, ты можешь рассказать маме о своем жизни. Она очень интересно, как это было перед войной, как в коммунизме. Так, прошу рассказать. Така молода особа интересует себя историей? Ну, как было? Уродзиłem себя в Краснодаре в 1930 году. То есть, когда в 1939 году началась война, милым девять лет. Малый был. Малый был. Малый был. В 1944 году, в Повстании в Повстании. В Повстании сгинала моя матка. Отец сгинал wcześniej. В 1940 году в Катиньеве забили его Совицы. И остался он сам? Так, но люди мне помогали. Малый был. Малый был. Малый был на власти у Рольника под Гдањскем. А 8 мая 1945 года скончилася война в Европе. И что он сделал по войне? Малый был. Малый был до школы. Малый был. Малый был в 1950 году. Малый был в школе. А потом пошел на политехнику. Малый был. Малый был в 1905 году. Малый был в 1905 году. И как было тут, в коммунизме? Малый был. Малый был. Сейчас я думаю, что не было так плохо. Но хорошо, что закончился. Малый был. Как инженер работала 30 лет в одной фабреце. В Стокшни Гданиской. Мели мы домашнее, домашнее, но не было свободности. Были вы в «Солидарности»? Да. И я ухожусь, когда в 1983 году Леха Вауэса достал Нобла. Все очень рады, что вы слышали о Вауэсе. Да, конечно. Он был потом президентом, правда? Так. А коммунизм упадал в 1989 году. Но это уже другая история. Упражнения 2 сейчас сделаем. Здесь нужно на основе диалога, на основе текста, который мы только что послушали, сопоставить даты и что в эти даты происходило. Итак, сопоставим даты и события. В 1930 году дедушка родился. В 1939 году началась война. В 1940 году погиб отец дедушки. В 1944 году в 1944 году матка-дедушка сгинела в повстанию варшавском. В 1944 году погибла и мама дедушки в варшавском повстании. В 1945 году закончилась война. Закончилась война в 1945 году. В 1950 году в 1950 году дедушка сдал матуре. В 1950 году дедушка сдал экзамен. В 1905 году дедушка с бабушкой с бабушкой в 1955 году. В 1983 году лех Валенса достал награды Нобля. В 1983 году лех Валенса получил Нобелевскую награду. И в 1989 году коммунизм упадал в Польсце. Пал коммунизм в Польше в 1989 году. Окей, приходим и до колейного чвечения. И в третьем упражнении нам надо соединить дату, написанную цифрами, с датой, написанную буквами. И мы видим пример. 1999 год. И нам надо ответить также на вопрос кеды. В ктором року? В каком году? Когда? И мы видим эту же дату, написанную буквами. В тысячонс девенчсет девендещонтым девентым року. Повторяйте, пожалуйста, все даты вслух. Не забывайте, первые две цифры без изменений. А к последним двум цифрам добавляем нужное окончание. И так дальше у нас 2002 год. В каком году? В 2002 году. И мы скажем в 2000-це другим року. В 1536 году. В тысячонс пенчсет шедестым шустым року. В 1939 году. В тысячонс девенчсет шидестым девентым року. И последняя дата. В 1844 году. В тысячонс ощем сет штордестым швартым року. Бардзо добже. И лечим и далее. Чвартое чвеченье. Четвертое упражнение. Здесь у нас написаны даты. И нам надо сказать их вслух. Это, во-первых. А, во-вторых, написать эти даты буквами. Начнем с примера. 1980 год. И нам все так же надо ответить на вопрос. Кеды? В кторым року? Когда? В котором году? И мы скажем в тысячонс девенчсет ощем дещонтым року. А я очень надеюсь, что сейчас вы вместе со мной повторяете все даты вслух. Правда? Так есть? Так есть. Окей, идем и далее. В тысячонс девенчсет шестьдещантым усмым року. В тысяча сто девяносто шестом году. В тысячонс сто девендещантым шустым року. В две тысячи четвертом году. В два тысячонса чвартым року. Цудовня! Идем и далее. И далее чвеченье пенч, пенто чвеченье. И в этом пятом упражнении нам надо подписать иллюстрации словами из рамочки. Но то зрубмы то, но поэтому давайте сделаем это. У родичья. Познакомиться с девушкой, познакомиться с парнем. Закохать-ща, влюбиться. Скончить студия. Закончить учебу. Побрач-ща. Побрач-ща – это пожениться. И вот выше мы видим в красной рамочке. Побрач-ща, ровно-ща, вычь замонж, чили оженич-ща. То есть это всё пожениться. Быть в чонжи – быть беременной. Уродич детско – родить ребёнка. Працовач – работать. Робич карьеры – делать карьеру. Мечь внуки – иметь внуков. Пшечь на эмиратуре – пойти на пенсию. Умжечь – умереть. Но так есть, под конец жития в шисти умжемы. Але терз в шисти естещ мы живи и надаль учимыщий языка польскего. А для тегу идем и далее. И для этого переходим к следующему слайду. И видим перед собой ещё одну табличку с правилом. И в этой табличке мы видим, как сказать полную дату, не только название года, но также день, месяц и год. И мы видим вопрос. Кеды – когда, ниже день плюс месяц плюс рок, день плюс месяц плюс год. И видим окончание. Когда мы называем день, то есть число какое-то, мы добавляем к названиям цифр окончание эго. Когда мы дальше говорим название месяца, то к этому названию мы добавляем окончание а. И когда мы в конце называем год, то к последним цифрам, двум последним цифрам года мы добавляем окончание эго. Рассмотрим сейчас пример. Вот у нас в примере дана дата 21-12-1973 года. И как мы говорим, значит, цифры дня. Добавляем к ним окончание эго и говорим. К названию месяца добавляем окончание а – грудня. И называем год. Первые две цифры без изменений. И к остальным, последним двум цифрам добавляем окончание эго. И давайте, например, скажем 18 марта 2021 года. Окей. И ниже у нас уже известное нам правило, в к турым року, в и к названию года двум последним цифрам мы добавляем окончание им. Рассмотрим пример. В 1981 году мы скажем в тысячонс девенчсет, о чем дещонтым первшим року. Очень хорошо. И давайте сделаем упражнение 7, чтобы потренироваться. Будем делать часть B и часть C. Кеды, когда, и в к турым року, в котором году. Итак, первая дата у нас 15-07-98 года. Смотрим на нашу подсказочку. К дням мы добавляем окончание эго, к месяцу А и к последним двум цифрам года также окончание эго. Поэтому говорим. Петнастэго. Седьмой месяц это у нас июль, липец. Петнастэго липца. Петнастэго липца. Тыщонц девенчсет. Девендищонтэго усмэго року. Следующая дата 22-11-99 года. Двудистэго другего. Помним, добавляем окончание эго к дням. Одиннадцатый месяц это у нас декабрь. Нет, это у нас ноябрь, конечно же. Листопад. И мы скажем листопада. Двудистэго другего листопада. Тыщонц девенчсет. Девендищонтэго девентэго року. Следующая дата 1-05-1791 года. И мы скажем первшэго мая тыщонц щедэмсет девендищонтэго первшэго року. Ниже дата 24-12-10 года. И мы скажем двудистэго чвартэго грудня, двенадцатый месяц декабрь, грудня, два тыщонце дешонтэго року. Хорошо. Следующая дата 17-08-64 года. Восьмой месяц это август. Щерпень. И говорим. Седымнастэго щерпня тыщонц девенчсет шэйздещонтэго чвартэго року. Тринадцатое, двенадцатое, восемьдесят первого года. Двенадцатое это месяц декабрь, грудень. Тшинастэго грудня тыщонц девенчсет ощемдзещонтэго первшэго року. Двадцать восьмое февраля двухтысячного года. Февраль лютэй, и мы помним, что он у нас немного по-другому говорится. Лютэго. К нему мы не добавляем окончание а, только окончание эго. И скажем двудистэго усмэго лютэго. И мы помним, что двухтысячный год у нас по-особенному пишется и произносится, поэтому мы говорим дву тысячэншнэго року. Так, и последняя дата в этом столбике. Двадцать девятый, одиннадцатый, семьдесят восьмого года. Одиннадцатый месяц это ноябрь. Листопад. Поэтому говорим двудистэго девёнтэго. Листопада. Тыщонц девенчсет. Щедым дешонтэго усмэго року. Очень рекомендую поставить видео на паузу и повторить все эти даты вслух. А мы переходим в следующий столбик. В ктурым року. В котором году? Здесь, как мы видим из правила слева в табличке, к двум последним цифрам года мы добавляем окончание им. В ктурым року. В тысячонц девеньсет девеньдещонтым усмым року. В две тысячи девятом году. В два тысячонце девёнтым року. В тысяча пятьсот шестьдесят седьмом году. В тысячонц пенчсет шестьдещонтым щудмым року. В две тысячи первом году. В два тысячонце первшим року. В 1863 году в 1863 году в 1492 году в 1492 году в 998 году. Значит, мы помним, что окончание мы изменяем в двух последних цифрах. Значит, здесь у нас без изменений называем 900, и 98-й год мы называем с окончанием им. В девенчсет девендещантым усмым року. И в 1201 году в 1201 року. Здесь также рекомендую поставить видео на паузу и повторить все эти названия годов вслух. Ну что ж, мы переходим к следующему слайду. И у нас следующее упражнение, и последнее на сегодня. Это текст, который описывает Леха Валенса. И пусть этот текст будет в качестве домашнего задания. Вы уже можете прочитать этот текст самостоятельно, перевести его. Уже мы научились произносить все даты правильно. Поэтому, пожалуйста, прочтите этот текст. Узнайте больше о Валенсии. А мы с вами услышимся вскоре уже в следующей части. Субтитры создавал DimaTorzok